всем привет дорогих зрителей канал turkish people меня зовут елена мой муж юсуф папа юсуф не просто юсуф да конечно папа папа троих детей а мама троих детей это наши общие дети отвечаю на вопросы на иногда пишут в комментариях спрашивают что у нас просто андрюх такой большой выглядит на самом деле мы всего лишь 15 лет выглядит он я его кормлю хорошо не все у нас большие да да я его кормлю хорошего даже малыш уже возраста больше осталось родители если большое дети быстро растет нашим младшему нашему 6 лет а дочке 9 лет нас вот семья растет нам знаешь комментариях написали вы такие красивые вы такие хорошая семья позитивные дети вас воспитаны вам бы еще детей рожать и рожать таких вот делать серьезно серьезно я согласен я согласен а ты же это как предложение да он куплю машинку что хочешь а сколько еще надо работать чтобы это все купить работаем работаем а когда детей растить родить воспитывать ну в общем он один согласен а я нет я уже не хочу говорить про возраст что в определенном возрасте да это тяжело это все потому что и позже возраста моего урожают детей так просто чем старше ты становишься тем более интересна у тебя жизнь и ты как-то по-другому на жизнь смотришь и детей привлекаешь к этому но всегда придумают сколько сложностей давай начнем с машины вот у нас машина обычные стандартный седан один водитель 4 пассажира куда-то еще пассажир 1 посадишь побольше купим побольше купить это продать добавить купить чтобы добавить нужно еще поработать то есть еще еще и хамута есть четыре ребенка россии сдают автобус 5 не 4 опять это еще попробую добиться автобус купим чего как будто мы смогли получить бесплатную землю которую дают там нет это тоже длинная история тоже стоять в очереди дадут в черт знает где но я про россию это говорю в турции вообще семьи многозетные не поддерживают никак если у тебя есть пять детей то мама может выйти раньше на пенсию вот это есть помочь но не такую небольшой деньги которые если родители не работают так есть и дети выучат обязательно надо выучить у нас там каймакам лук туда издают каждый ребенка 120 лера а при рождении 300 лир то есть вот помощь какая это не какой-то материнский капитал когда работаешь который у тебя каждый ребенку который есть и мама не работают и дает каждый ребенку что около 100 лера то есть поддержка государства на детей здесь практически отсутствует но тем не менее детей здесь много в семьях то минимум два по-настоящему чо уже терех ребенку достаточно хватает конечно на сначала организовать лотерео ребенку будешь и что надо скоро конечно я так передумаю уже андрей 15 лет через три года он будет 18 на его других жизни будет но его учить еще продолжать туда-сюда и хромочный силь надо держит крепче так не очень просто потом на следующий потом на следующий как рассмотре 60 лет уже есть еще один еще и развернуться уже некуда но так вот я не хочу вот честно я уже так рада что младшенькому 6 лет он чтобы уже достаточно самостоятельно мы теперь уже можем вдвоем романтическое путешествие сходить на базар уже не боялись что у нас что-то там случится а то до этого если мы ходили вдвоем мы хотя бы одного самого младшего таскали за собой за руку тащили потому что как же его оставишь вроде бы и старшие дети есть но они тоже дети они не няньки они не обязаны друг за другом присматривать да и мало ли что случится и потом им сам я тебя подарок там абсолютно бесплатно светочки да у нас погода красивая цветочки пожалуйста пожалуйста прожать на самом деле мы даже не задумывались над этим а у ягод читал комментарий интересно 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 но я так тоже думаю достаточно потому что тяжело до тяжелым трех ребенком тяжело действительно три это уже достаточно потому что один ребенок ты семья сама себя не воспроизводит это будет уже убыль населения 2 это делаем тоже сколько нас было 22 а 3 мы уже сделали прибавку населения причем нас посчитали и в россии и в турции у нас ведь все-таки два гражданства есть на самом деле может быть на земле и меньшее количество людей если их считает по два раза вот как нас есть еще один будет и значит мы будем чуть не надо черт не будем да мы так будем за ручку один вот андрей уже вырастет свободен он не свободен куда туда помимо того что я уже про машину сказала надо еще квартиру побольше вот они у нас уже вроде мадам квартира я начал передумать ну скоро я с тобой тоже буду поговорить общаемся эти и надо спросить спросить народа идея я уже так много чего придумаю на следующий раз сидим еще от квартира поговорим такое покупки менять надо не надо так будем поговорить с тобой да и честно говоря и родители мои пожилые тоже тоже им надо помогать и не только надо физически как-то им помочь я не знаю как тоже решить эту проблему я не хочу туда ехать они не хотят ехать сюда и как будем помогать тогда знаю потому что 1 приехал ты в отпуск но приехал на две недели три недели что-то физически по можешь сделать и внуков надо было бы им отвезти а мама говорит этот к вид к виду вообще страшно страшно нас везде вы осторожны там не дай бог там чего-то вы у нас только что море видел 85 лет женщина купается спокойно море о привет турции как-нибудь что то что я тоже надо думать про это передумаем конечно но я всегда готов помогать я всегда я говорю всегда приглашаю есть они приезжают пожалуйста без проблем и вы скажете что как же раньше были большие семьи вот если расскажи у него семья большая как вот раньше то справлялись дороже у нас что был мы деревня был деревне дом большой был я раз не вам по не показал мои настоящий дом туда деревня у меня тоже свой личный дом из туда я всегда мои токи деда деревне свой дом открыть уборку делить холодильник переключить это очень очень тяжело зачем я уезжаю гости два дня вот скуляю приезжаю конечно я не скоро но поеду поеду тебе недели минимум отдыхать буду еще там уж делать переготовлю бью там будет холодно скоро хорошо это я скучал меня сколько куртку есть у юсуфа есть пять сестер и еще брат семья большая раньше у всех были осмари твои двоюродный братьев он говорит кузен 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 и начинает их перечислять да я говорю как ты вообще запомнил потому что у дяди много тети много у каждого вместе растили совместе растили совместе наши деревни тогда был пять тысяч человек пять тысяч на это придется которые две с половиной три тысяч семья всех друг другу узнаем всех сейчас деревня маленькая деревня короче сейчас всех которые я снимал видео обязательно мой канал слушать это почему люди уехал всех уехала европа жить все уехал большой города жить потому что так ничего не получаешь сколько лет работаешь на радость не живешь ничего не получаешь 0 плюс 0 равно 0 либо 001 вот так получение народ не осталось деревни народ со уехал большой мозги уехал большой мозги который умные мозги уехал так не держали государства народу работы не давали так много чего мой канал я сам что рассказывал учеба систем которые обязательно послушайте так много народ со мной согласен нет не только турция это не только турция везде так сейчас человек европа живет вот такой стандарте из человек жизни которые они ла завтра ла будущем как мы не переживают если работаешь государства дают истин работаешь дают они не переживают как нас но они говорят нам не нравится здесь хотим америка надо туда-сюда представляешь это деревне мечтают город город мечтают европа европа мечтает америка америка мечтают куда марс марс мечтают америке примерно россии до одно семья есть одно ребенку других семья есть тур и один ребенку на это два ребенка жена идет 4 человек 4 человек упал на 2 будешь и будет чего один ребенок убыль населения вот популяция меньше 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 идет ставляешь большой города большой города кто живет вот на это стоит деревне человек это не думают деревне говорят работу нога у меня нужно рабочих и рабочих себе рожает раньше короче смотри раньше человек забрал а второй жена третий жена каждая жена есть куча дети работу нога если приглашает рабочих и сдают зарплату вместо зарплата бери себя жена хорошая идея потом говорили вот так и стал можно четыре женщина просто это черная информация черная информация просто был работа много ла это делать работу можно человек бесплатно рабочих и бесплатно забрал себя жена второй третий каждая жена рожал 4 5 ребенок все они растил уже растил земля растил животных растил дом простил там со растил получается что у кого есть образование детей меньше чем больше образование тем меньше детей мои деревни которые человек гора живет мы который всех деревне не знаем у них дети раз школа не ходили раз базар не ходили магазин не ходили копать чай ханя не ходили они они не знают это не у них культур который они раз не приятно гора гора живет у них есть барашки у них есть там говядина у них есть там корова там мясо так занимается туда-сюда но они не знаем вставляешь это я который прошлом раз случайно его папа видел туда магазину я спросил мои возраст твой сын был где он а меня что отличался знаешь сын вучил вучил а сейчас инженером работает город анкара человек гора гора живет мы раз школа не видел я сказал как это человек там школа не перешел ничего он говорят школу он ушел не здесь только люди так кто-то деревне живет так видеть таком глазами о деревне живет у них там культур нет у них информации нет у них что нет человек гора живет который мы выучили школа ничего не сдают он узнал это да у нас вставляешь отправил свою ребенку город я с кишей ручил там соцсекретно делал свой ребенка сейчас работает отлично желание чтобы не остался в деревне тяжело там же мы кстати отклонились от тем мы говорили про большую семью да и ушли получается большая семья ушла в деревне получается большой семье легче проще выжить в деревне в городе большой семье это очень тяжело во первых квартиры вы видите квартиры вот здесь в анталии у нас два плюс один три плюс один но можно дублекс найти побольше квартир а в других городах вот они же менее маленькие квартиры много детей маленькой квартире и некомфортно им завидно дел у каждого там есть своя комната есть слово еще действительно они смотрят как живут другие и дети хотят жить не хуже чем другие если у тебя нет возможности им купить тоже что хотя бы минимальный набор как есть у других то ты себя будешь чувствовать неловко и дети себя будет чувствовать как-то обделенно сколько много дети сколько много проблема но в общем получается чем больше тебя детей тем менее ты обеспеченным становишься даже сразу помнишь сказка то есть про кощей бессмертного почему он был богатым почему уже не было детей это собственно говоря так но не будем с материальной точки зрения смотреть конечно без детей это плохо ты теряешь смысл жизни а так у нас смысл жизни вот смысл жизни стоит вон по ту сторону камеры и все разглядывают как мы тут друзья просто вот так если много дети есть проблеме что я говорил это объяснил вам у меня пять сестры один брат каждый год один раз если мы увидим друг на друга говорим слава бога слава бога мы увиделись друг на друга который как мечтал моя мама моя папа который свой дети увидеть думали будут приезжать все вместе на курбан или рамазан вот это все сыграть они со европа живет деньги найдет не найдет приезжать не приезжать это постоянно сейчас мои токи которые она уже там 68 лет она мечтает каждый год скоро будет мой ребенка скоро будет мой сын скоро будет моя дочь приезжать скоро привезут меня внука скоро меня такой мечтает 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 утром встает одна сидеть дома собраешь это на этой части тоже надо придумать я не хочу которые поэтому я всегда говорю мои дети я где мои дети туда я не уедет не уедет и стали уедет я тоже поеду по гостям ездить к 1 2 3 меня никто никуда не едет у нас есть маленький он у нас еще долго будет маленьким поэтому очень классно когда есть большая разница в возрасте вот у них мои два два сыночка разница 9 лет один уже большой а другой вот еще маленький я спрашиваю когда ты растешь быстро идет время медленно тебя медленно у меня очень быстро который я тебя поминаю вот рука меня привезли такой курица говорил это ваш ребенку вот такой вот полтора килограмма три килограмма 330 граммов спугалась всем любви здоровья и счастья благополучия в семье уже гордость эти пока еще маленькие мы просто тешимся что-то они такие а это уже гордость самом деле детям что мы даем мы не ждем ничего обратно хорошо если будет замечательно если будут приезжать там гости будут что-то давать нет нет детей это мы рожаем для себя это для себя от радости там мир должна продолжать продолжать мир должна продолжать семья должна продолжать что надо продолжать у меня брат есть двух ребенку 2 у меня 3 у меня самая старшая сестра есть 6 она приезжала у нас есть с ним не такие взрослые уже дочки у нас потом четвертая очередь на ее нету ребенку не было 3 3 к 3 ребенку который четвертая сестра меня 5 5 и сами молодшие которые двух ребенок все европа чем ниже ниже все меньше и меньше вот идет вот так жизни у меня папа 7 ребенка был еще 4 умер один упал вставляешь это сколько дети рожал моя мама ти четвертый не хочешь рожай друзья всем спасибо большое но анталья набережные был море купались сейчас уезжаем гости увидимся дружище всем жду мой канал канал папа юсуф друзья быстро-быстро растет у меня тоже мои мнения мои рецепты очень много интересные видео магазины вам показываю вы не думаете что он перестанет сниматься турки шпипал юсуф везде успеваю успеваю дружи успеваю пока зубы выставили меня конечно не больницу пока настроение отлично скоро опять будет меня тихо тихо не расстраивайся не думаем об этом пошли угостить что-нибудь давайте все счастливо всем пока пока всем пока друзья всем пока лайки подписки